Томатный гном Улуруру Охра, он необычный. Он не только отличается вот такой окраской цвета Охра, вот такого горчичного цвета, но он отличается тем, что может сформировать плоды 300-граммовые, а это такие плоды не всякий нормальный томат может сформировать, налить. И это очень необычно, если учесть, что все-таки у него высота небольшая, он 50-60 сантиметров, вот у меня он тоже был невысокий, и на невысоком кустике висят вот такие вот большие тяжелые плоды необычного цвета. Да, цвет необычный и вкус непривычный для томатов, но вкус очень вкусный. Он хоть и необычный, но они вот такие. Смотрите, в томате много мяса, мало семенных камер, вы видите, что все это вот такое желтое, какое-то горчичного цвета мякоть. Я вот сейчас съела один кусочек. Очень вкусно. Началось слюноотделение, сейчас закончу съемку, съем остальные. Он очень такой, ну как необычный, да. В серии, в проекте томатный гном, это единственный, по-моему, сорт вот такой именно окраски. Там есть немного похожие, но нет. И вот эти мясистые, малосеменные томаты, они, конечно, подходят для салатов. Мало кто будет вот такой редкий сорт консервировать или давить из него сок. Но я как подозреваю, что сок будет, наверное, некрасивого вкуса. Потому что, видите, он как бы грязноватый такой вкус. Его не знаешь, как назвать. Грязно-желтый, горчичный, цвет охры. Но раз он называется улуроохра, значит, все-таки это, будем считать, что это цвет охры. Ну и все. Больше ничего о нем сказать даже нельзя. Он так же, как все гномы из серии проектный гном, он может выращиваться без формирования. Ну, подвязка, конечно, нужна, потому что, вы понимаете, огромные плоды завалят. Кустик на пол. У меня была подвязка к колу. А так, все так же, как у всех. Низкорослые, очень неприхотливые, толстоногие. Кстати, в рассаде они не вытягиваются, ни один из сортов вот этих проекта томатный гном. И вот улуроохра еще очень необычный. Советую, конечно, всем попробовать вот эти вот диковинные томаты. Ну, кто-то уже выращивает. До нас дошло, до меня лично дошло, наверное, в последнюю очередь. Живу удаленно от центра России. Но, наконец-то, я в этом году узнала очень-очень много томатных гномов. И многие из них мне очень понравились. Ну, вот сейчас я в очередной раз поела улуроохра, съела целую помидорку. Но до сих пор я не могу найти, чтобы выразить словами, вот этот вкус. Я не могу сказать, что это традиционный томатный вкус. Не могу сказать, что это вкус, как у бикалоров, такой сладкий с фруктовым. Нет. Вкус совсем не похожий ни на первый, ни на второй случай. Но где-то пишут в интернете, что это вкус с горчинкой. Но горчинку я тоже не почувствовала. Просто вкус необычный, отличный от других томатов. Это нужно попробовать. Кому-то понравится, кому-то, может, нет. Но мне вот очень понравилось.